Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу затронуть тему, как гражданство Польши. Если вам эта тема очень интересна, то продолжайте смотреть дальше. Итак, наверное, каждый иностранец, который приезжает сюда, в Польшу, знает, что нужно прожить некоторое количество времени, точнее, очень большое количество времени для того, чтобы получить гражданство Польши. Есть, конечно, несколько путей, несколько вариантов, как получить гражданство Польши, даже не имея польских корней. Все очень просто, вам нужно будет подать заявление на президента Польши. Да-да, вы не ослышались именно для президента Польши, потому что некоторые мне из вас пишут и говорят, это, наверное, какая-то глупость и вообще какая-то бздура, да, типа, что значит на президента Польши, вообще это реально? Да, это реально, но нужно учитывать тот факт, что это на самом деле очень длительный процесс, очень долгий, и он нигде не описывается так четко, нет каких-то определенных требований, нет каких-то ограничений специальных. То есть каждый иностранец может подать на польское гражданство, даже проживая 3-4-5 лет в Польше, 5 лет, 2 года. Ну то есть вы можете даже приехать и подать сразу на гражданство Польши. Но есть, конечно же, большое, огромное «но». Как бы официальных требований для получения гражданства Польши нету через президента, но выделяют некоторые документы, которые все-таки должны быть, и плюс еще есть документы, которых нигде не пишут о них, но если вы их предоставите, то это еще один как бы плюсом будет для вас, для того, чтобы уж точно доказать, что вы хотите получить гражданство Польши. Вся эта процедура на самом деле бесплатная, то есть получение гражданства Польши, оно бесплатно. Но тут опять есть «но», которое очень важно. Для того, чтобы подготовить пакет вот этот весь документов, поверьте, вы выложите ни одну копейку и ни две, то есть это определенная сумма будет денег, потому что практически каждый документ нужно будет заверять нотариально. И как вы понимаете, что нотариальное заверение не уж так дешево стоит, плюс если у вас документы на вашем языке, а вам нужно будет переводить их на польский язык, то, понятное дело, вам еще нужно будет отдавать документы присяжному переводчику, а потом эти же документы еще заверять нотариально. То есть есть некоторые нюансы, которые тоже нужно учитывать. Давайте переставим к самому главному. Я не буду очень много тут говорить, а по факту вам, как всегда, расскажу, что и как должно быть. Итак, давайте по поводу требований документов. Первое – это вы должны будете заполнить, конечно, внесок, который я вам оставлю в инфобоксе, и все ссылочки в инфобоксе, оставлю также все документы, которые перечень документов, я тоже вам оставлю в инфобоксе, потому что некоторые хорошо воспринимают на слуг, а некоторым лучше прочитать в инфобоксе, и так более будет понятно. Поэтому разворачивайте инфобокс, и там будет более детальная информация о том, о чем я сегодня буду рассказывать вам. Заполняем сначала внесок. Во внеске есть очень много разных пунктов, очень нюансов разных. Когда вы заполняете этот внесок, во внеске есть такой пункт, как обоснование. То есть вам нужно будет написать обоснование, почему именно вы хотите получить гражданство Польши, и почему именно для вас это очень важно. И здесь есть разные описания, объяснений, то есть это не биография, это не обозначает, что вы должны рассказать о себе, где вы живете, сколько вам лет, и чем вы занимаетесь. Нет, вы должны обосновать, в связи с чем вы хотите получить, и для чего гражданство Польши. И если у вас нету польских корней, тогда обоснование лучше описать, что вы проживаете здесь очень длительный период, вы работаете официально на какой-то должности, у вас есть договор, у вас есть все документы для того, чтобы работать. Вы закончили университет, у вас здесь проживает семья, вы купили недвижимость, открыли свой бизнес. Также вы можете написать, что вы чувствуете в Польше уже сроднившись с польской культурой, традициями, то есть вы не хотите возвращаться в свою страну, вы понимаете, что душой и телом вас тянет именно к Польше, и больше никуда. То есть Польша для вас это уже все, и именно в этой стране вы себя чувствуете комфортно и очень уверенно. Ну и, конечно же, указать, что вам здесь безумно нравится, и это самая лучшая страна, о которой вы могли только мечтать. То есть вот это и является обоснованием. Если же у вас есть польские корни, то, конечно, вы тоже пишете, что в связи с тем, что у меня есть польские корни, то, что вы участвовали, например, в каких-то волонтерских организациях по развитию польской культуры, а также польского языка. Возможно, вы закончили университет, возможно, вы участвовали где-то в каких-то обучениях здесь, именно в Польше. Также, возможно, вы имеете тоже жилье, вы имеете бизнес свой. То есть если у вас есть карта поляка, то вы тоже тогда расписываете, что именно у вашей бабушки было, и у мамы было гражданство Польши, либо карта поляка, и теперь вы чувствуете, что вы полностью всегда росли по традициям и культуре Польши, поэтому вы очень хотели бы получить гражданство Польши. Следующим документом, который вам понадобится, следующее, это одна фотография 3,5х4,5. Дальше, это обязательная копия свидетельства вашего о рождении, зарегистрированную польским ЗАГСом. То есть вам нужно будет сделать уместивание акту уродзения. Как это сделать, я вам расскажу немножко более детально в других, возможно, видео, но вообще вы просто должны перевести свой акт уродзения на польский язык и идти в ужин в място, точнее в ужин на стану цивильнегу, и там вы должны зарегистрировать свое свидетельство о рождении в польскую книгу, то есть вас должны внести в базу польских актов уродзения. И вот тогда, когда вы получите вот это вот уместивание акта уродзения, вы должны сделать его копию, а также заверить нотариально и приложить это в пакет документов. Следующим документом то же самое касается и акту мауженства, то есть свидетельства о браке. Вы тоже должны будете его зарегистрировать через польский ЗАГС, сделать копию и подтвердить это нотариально. Все документы должны заверять у польского нотариуса, которые будете предоставлять для получения гражданства Польши от президента. Следующим документом вы должны заверить нотариально документ, подтверждающий вашу личность. У многих иностранцев это, конечно же, является загранпаспорт, поэтому вам нужно будет сделать ксерокопию загранпаспорта и заверить нотариально. Если же вы находитесь в браке, тогда обязательно вам тоже нужно будет заверить нотариально документ, подтверждающий личность вашего мужа, либо же вашей жены. Эти несколько пунктов являются обязательными истребованием на подачу польского гражданства. Еще я вам не сказала, что на польское гражданство можно подавать тремя способами. Это либо же подать пакет документов через воеводство вашего города. Следующий вариант это подать напрямую через канцелярию президента, то есть отправить заказное письмо в канцелярию президента. И третьим вариантом подать документы на гражданство Польши через консульство в вашей стране. Но если, например, через воеводу и через канцелярию Польши эта процедура будет для вас бесплатной, в плане того, что вы нигде в кассе ничего не платите, то если вы подаете через консула, через посольство, тогда эта стоимость от 30 до 50 евро где-то будет, поэтому вы должны учитывать. Но что касается подачи через консульство, поверьте, там намного будет сложнее, и вы должны на 100% уверены быть, что у вас есть все документы, плюс вы должны как минимум прожить год на территории Польши для того, чтобы подавать через консульство в вашей стране. Лучшим вариантом вообще через воеводу подавать в вашем городе, а самым лучшим и на 100%, которым уже более действительным будет, это через канцелярию президента. В следующем идет список необязательных документов, но если вы будете подавать на гражданство Польши, особенно через воеводу, то у вас 100% могут запросить эти документы, и без них как бы ваше дело не очень захотят рассматривать, поэтому, знаете, вот здесь та ситуация, когда вы подаете на гражданство Польши, подавать буквально все документы, которые у вас есть, все обучения, которые вы проходили на территории Польши, ну то есть все по максимуму, что связано с польским словом, с польским языком, с польской культурой и традициями. Вот если это у вас все есть, обязательно все прикрепляйте в этот пакет документов, ничего лишним не будет. Ну и давайте я вам продиктую тот список документов, которые не обязательны, но лучше подать. Это, конечно же, нотариальное разрешение на пребывание на территории Польши, то есть это зазволение типу А, либо же разрешение по воссоединению, то есть тот документ на основании чего вы сделали себе карту. Следующим также это нотариальная копия вашей карты побыт, либо вашей карты поляка, либо вашей карты столового побыту. Следующим документом, который вас потребует, это выписка из банка о наличии средств на проживание на территории Польши. Это может быть договор труда с работы, либо же это может быть выписка из банка о определенной сумме на вашем счету. Следующим это если у вас есть документы, подтверждающие ваши профессиональные возможности, то есть это могут быть какие-то сертификаты, это могут быть какие-то грамоты, это могут быть дипломы. Если вы на своей работе проходите шкаление, то есть обучение, и вам выдают потом маленькие какие-то сертификаты, какие-то корочки знания о том, что вы получили, то вот это все вы должны прикреплять, то есть делайте копию и нотариально ее заверяете. Если же вы подаете по польским корням, то конечно же нужно документ, подтверждающий наличие польских корней именно, это могут быть свидетельства о рождении, бабушек, дедушек, мам, пап, то есть всех тех, кто имеет национальность поляков, либо был рожден на территории Польши. Также если вы уже пытались получить польское гражданство, но вам отказали, то стоит также прикрепить этот документ о том, что вы пытались получить польское гражданство. Но это если у вас есть, конечно. Следующим документом это прописка или договор об аренде жилья, это возможно наличие собственного жилья, также документы, подтверждающие знания вашего языка. Это могут быть разные сертификаты, это может быть также диплом об окончании вуза какого-то, колледжа, полициальной школы. Ну и как я вам уже сказала ранее, что вы можете прикрепить любые документы, которые целенаправленно покажут, что вы именно хотите получить польское гражданство. Если же у вас есть детки и вы хотите на них тоже получить гражданство Польши, то именно в заявлении там есть специальный раздел о составе семьи, и там есть раздел для одного ребенка, и там вы заполняете все его данные. Если же у вас больше одного ребенка, то есть 2-3, то именно эту страницу вам нужно будет распечатать в столько раз, сколько у вас детей, и на каждого ребенка уже заполнить все данные. Также помните о том, что для подачи заявления вместе с детьми вам понадобится разрешение от второго родителя, письменное разрешение от второго родителя. Это может быть в произвольной форме. Даже в том случае, если вы подаетесь полностью всей семьей, то есть папа выступает как главным инициатором получения гражданства, и он вас всех прикрепляет к себе, то есть вы тоже все хотите получить, то от мамы, например, тоже понадобится разрешение о том, что она не против, чтобы дети получили польское гражданство. Если же вашему ребенку на момент подачи документов исполнилось 16 лет и старше, то от ребенка у вас также понадобится заявление на разрешение на подачу на польское гражданство, то есть от самого ребенка. Он должен будет в произвольной форме написать свое согласие на то, что он согласен стать гражданином Польши. И на ребенка также понадобится фотография, как я вам сказала, 3,5-4,5, и нотариальный заверенный документ, подтверждающий его личность. Ну, это в этом случае будет загранпаспорт у ребенка, либо же, если он еще маленький, нет загранпаспорта, то свидетельство о рождении понадобится. Если есть и свидетельство о рождении, и загранпаспорт, тогда и то, и другое прикладывается к документам. Период рассмотрения документов не ограничен. Здесь нет никаких рамок, то есть нет такого, что от 1 месяца до 3 месяцев. Нет, могут рассматривать и 3 месяца, могут рассматривать и год. Это на самом деле очень длительная процедура. Если вы живете на территории Польши и подали внесы на воевуду, либо на президента для получения гражданства, и у вас заканчивается карта побыта, то именно эта подача никак не влияет на ваше легальное пребывание здесь, на территории Польши. То есть, если у вас закончилась карта побыта, либо виза, то вы обязательно должны ее продлевать, то есть подавать с данного документа на карту побыта, на карту столевого побыта, на карту резидента, в зависимости от срока вашего здесь пребывания. То есть подача на гражданство Польши никак не легализирует ваше пребывание здесь, если ваши документы закончились. Если вам отказали в гражданстве Польши, то апелляция в этом случае невозможна. Но здесь есть нюанс, что никто не запрещает подавать заново документы. То есть через некоторое время, а может быть даже и сразу, вы можете, если вы с чем-то не согласны, либо вы получили еще какие-то дополнительные документы, вы можете еще раз подать на гражданство Польши. В этом никто вам не запрещает. Вот и все, ребята, этот весь список документов для подачи на гражданство Польши. В принципе, он не тяжелый, в принципе, здесь нет ничего сложного. Единственное, это время ожидания разных документов, уместования сделать. Это тоже занимает какой-то определенный период. Некоторых занимает это от месяца, у некоторых это и больше занимает, в зависимости также от воеводства и ужин. Также это все нужно подтвердить нотариально. Ну и просто собрать весь пакет документов и отнести либо к воевуде вашего города, либо же отправить в канцелярию президента. Так что для тех, кто будет подавать документы на гражданство Польши, я желаю вам удачи. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok